Это нелегко. Возможно вообще, когда очень хочется. Ведь мы мамы особенных детей. Это был релакс для нас. Мы кайфанули. Просто искорки в глазах. Понимаю, что все это не зря. Сегодня мы на завершении второго сезона «Мама Тайм». Это благотворительный проект для мам особенных детей. И он уже помог многим женщинам, многим мамам отдохнуть, поверить в себя и вдохновиться на новые подвиги. Вернуть уверенность в себе, раскрыть свою женственность, уникальность, освоить новые полезные навыки. В очередной раз понятна нужность этого проекта. Это не праздник, это не какая-то тусовка, где все собрались, пообщались. Они приходят и в основном друг друга никто не знает. Первая неделя проходит всегда такая напряженная, они все такие вот зажатые. То есть вторая неделя, они уже все познакомятся, уже такие более легкие. Но третья неделя, четвертая, это вообще отпад. Они начинают одевать платья, туфли, носить макияж, прически. Они приходят такие вот все настолько открытые этому миру. Мамы все отпитывают как губки, ты когда за этим наблюдаешь, ну вот до мурашек по коже. Их образ жизни не позволяет быть легкими и беспечными. У мам особенных детей проблем и забот намного больше, чем у просто мам. А значит и посвятить времени себе им гораздо сложнее. И именно этот проект позволяет оторваться от бытовых проблем и напоминает участницам, что в первую очередь они женщины. Ведь мы мамы особенных детей, в заботах о них теряем себя. А здесь мы смогли себя вспомнить, получить какие-то новые эмоции и просто хорошо отдохнуть. Самое сложное было вообще согласиться на этот проект, потому что самое сложное найти время, оставить ребенка дома. Но оказывается, что это возможно вообще, когда очень хочется. Было интересно, было много различных мероприятий, мастер-классов. Были разные эмоции, мы и плакали, и смеялись, и получали удовольствие. Мы были красивые, счастливые. И сейчас нас подготовили к тому, что нам доказали, показали, что мама, это не только мама с заботами дома, что эта мама, она красивая, она женщина, она прекрасная. И вот такая мама может быть. Огромное спасибо организаторам, потому что после этого проекта ты чувствуешь ощущение, что ты не забыт, и чувствуешь себя женщиной. Мамой быть сложно, а мамой, воспитывающей еще и ребенка с особенностями в развитии, сложнее вдвойне. 14 участниц, 5 недель работы, 12 мастер-классов, 42 часа вместе. И в конце сезона мамочек не узнать. Программа мастер-классов была построена специально так, чтобы не было комфорта на каждом занятии, потому что все-таки наш проект про раскрытие, про то, чтобы выйти из этих ограничений, в которых наши мамы находятся. Где-то преодоление себя, где-то какой-то страх. Допустим, занятия с психологом, очень многие какие-то глубинные вопросы подняли. По фотопозированию. Это просто когда обязательно нужно было прийти в туфлях на каблуках, и когда они вышли с занятия и сказали, так мы вообще в другом себя ощущаем. Я увидела у них просто искорки в глазах, что появились. Это, наверное, самое главное, что должно быть в женщине. Вот эта искра, вот этот огонь. Посмотрите на них сейчас, они просто сияют, они божественные все сегодня. И сейчас они уверены в себе, они знают, что они хотят, они знают, что они могут, и понимают, куда им двигаться, в каком направлении. Это абсолютно два разных человека. Почему мы делаем обязательно видеоотчет? Потому что они сами видят, какие они пришли и какие они уходят. Потому что для нас это важно, что произошла именно вот такая вот трансформация в положительную сторону. Я даже смотрю фотографии до проекта наших девочек. И когда мы сейчас уже, последний был вчера у нас мастер-класс, мы все пришли в платьях, мы пришли все на каблуках, мы стали женщинами. Они настолько сильные женщины, они настолько красивые, они настолько искренние. Внутри у них по-женски большая сила вот эта кроется. И эта энергия, она просто захватывает. Нужно идти дальше, нужно идти вперед, нужно заниматься детьми, семьей, собой. И, как говорится, счастливая мама, счастливая семья. Успешное завершение второго сезона и уже закрыт набор на третий. Проект «Мама Тайм» становится очень популярным. Ведь это делает людей счастливыми, а значит и мир становится добрее.